Всем моё почтение, друзья, и вот я вам бы хотел бы предложить рассказать историю Центрального автоводзала Киева. Центральный автоводзал Киева – главный водзал столицы Украины. Самое крупное структурное подразделение Ационерного общества – Киев ПАСС-Сервис. Единственный государственный автоводзал на Украине. Находится на Демеевской площади, на Демеевке. Построен в 1957-1961 году. Архитекторы Аврам Милецкий и Эдуард Бильский. Автоводзал известен также мозаичными керамическими панно залов автоводзала, выполненный соавторами художниками Рыбачут и Мельниченко. Спроектирован из расчётов ежедневного отправления 600 автобусов на 50 международных маршрутах, обслуживающих 7000 пассажиров. За долгую историю существования автоводзала Киев автоводзал подчинялся Министерству автомобильного транспорта УССР, Министерству транспорта Украины, Министерству транспорта и связи Украины, Министерству инфраструктуры Украины и до сих пор подчиняется. В настоящее время 100% акций принадлежит Фонду государственного имущества Украины, то есть автоводзал полностью государственный. Киевский автоводзал, автостанционный комплекс высшей категории, имеет группу построек и сервисных пунктов, среди которых платформы для высадки и посадки пассажиров, зал ожидания, камера хранения, комната матери и ребенка, служебные помещения, в том числе и для водителей автобуса, портовочная площадка, для ожидающих рейсов, пункт общественного питания и тассовый зал с онлайн-табло рейсов отправки автобусов. Киевский автоводзал отправляет внутренние рейсы по городам Украины и международные в европейские столицы разных стран. В основном зале расположены тассы по продаже билетов на рейсы автоводзала, а также тассы перевозчиков. В 2013 году рассматривался вопрос об упразднении центрального автоводзала и перенос части пассажиропотока на другие автостанции Киева, В частности, частичным преемником автоводзала должен был стать новая автоводзала, так называемая автостанция на теремках. Также, по непроверенным данным, предполагалось перераспределить функции автоводзала между автостанциями, находящимися на отраинах города, включая и те, которые только планировалось построить. Здание было впервые реконструировано в 2015 году. Интерьер был обновлен. Следующая реконструкция состоялась в 2021 году. Внутри была отреставрирована мозаика по инициативе Фонда сохранения культурного наследия Ады Рыбачуд и Владимира Мельниченко, а фасад переработан в помещении автоводзала отрыта гостиница. Автоводзал расположен возле крупной транспортной развязки, на пересечении к Таторому ведут проспект Валерия Лобановского от Соломенского района, бульвар Дружбы Народов, через который можно добраться на левый берег. Голосеевский проспект, ведущий на теремки, и проспект Науки. Проход через подземные переходы до станции метро Демеевская от автоводзала до центра города Майдана Незалежности можно доехать примерно за 7 минут, без учета времени подъема из пустого метро. На городском транспорте можно доехать на автобусах, троллейбусах, маршрутных татси. Очень красивая реконструкция, которая состоялась в 2021 году, более усовершенствовала автоводзал Киева. Лично я считаю, что это очень мудрая была реконструкция, которая сохранила очень хорошие мозаики, красивые исторические, памятные, такие вот нюансы этого автоводзала. Всем желающим приехать в Киев, пожелал бы приехать в Киев именно через эти ворота автоводзала Киев, который украшает наш город и украшал его уже много-много лет. Я надеюсь, что в дальнейшем мы тоже будем любоваться только улучшенным и качественным сервисом этого транспортного предприятия, который приносит и доход, и пользу гражданам и гостям нашей страны и нашего города. Всем моё почтение, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч. Надеюсь, что вам моя экскурсия понравилась.